сделать на фейсбук используя ноутбук слава богу аллилуйя да приветствую всех друзей церковной реформации аллилуйя сейчас вот через минуту начнем так вот вижу утренняя молитва сейчас мои подключиться совершим хлебопреломление помолимся благословим бога всемогущего нашего любящего небесного святого отца аллилуйя трансляция на фейсбуке надеюсь не прервется идет господь благ пишет вадим здесь на фейсбук аллилуйя аллилуйя да и но трансляция главное идет вот здесь на на ютубе на фейсбук я сделал просто пробную такую как бы параллельную трансляцию чтобы мои друзья могли тоже подключиться с этой социальной сети благословляю всех вас братья сестры дорогие друзья во имя господне благословляю великого бога всемогущего всесильного нашего аллилуйя благословен бог наш всегда ныне пресна во веки веков аминь слава тебе боже наш слава тебе царю небесный утешитель дух истины ты что везде пребывала ешь и все собою наполняешь сокровищница благ и жизни подателю дарителю ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны и ты спас благой души святый боже святый крепкий святый бессмертный хвала тебе святый боже святый крепкий святый бессмертный святый бессмертный хвала тебе аллилуйя 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 благодарю тебя мой бог и царь этим добрым утром благоставляю великое имя твое пою тебе воспеваю тебе благодарю тебя за все господь за это доброе утро милость твоя господь рахом милости благодать да умножится господь этим утром обновление это происходит господь наше обновление с тобою обновление твоей милости твоей благодати господь к нам слава тебе благослови народ свой миром благослови сегодня всех любящих тебя тебя боящихся благослови сегодня господь киев благослови украину благослови господь израиль благослови иерусалим столицу возрожденного Благослови, Господь, сегодня всю нашу истрадавшуюся планету, Боже, потому что вся тварь стенает и мучается, ожидая откровений сынов Твоих, и пусть сегодняшним утром это откровение сынов Твоих, Боже, приходит в судьбы миллионов и миллионов верующих. Слава Тебе, Господь, Бог Святой. Ты действительно Ава, Отче, наш Отец, Папочка, наш Бог дорогой, родитель наш, породивший нас, создавший нас. Слава Тебе, Святой. И для Тебя, Небесного Отца, нет больше радости, чем видеть детей Своих, ходящих в истине. Боже Всебогущий, Боже, и наоборот, самая великая горесть Твоя и печаль Твоя, мой Бог, Господь, слезы Твои самые горькие, а детях Твоих, которые не ходят в истине. Боже Всебогущий, помоги нам сегодня, Боже, ходить в истине, жить в истине, действовать. Боже, Слово Твое есть истина, Господь. Ты есть эта истина наша драгоценная. Боже, Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе, Господь мой, Царь мой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. На Ютубе, вот, Роман пишет, Витаю, пастор Сергий. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Навеки слава. Богу Святому. Аллилуйя. Да, благоставляю. Вадим пишет здесь, это уже на Фейсбук. Не положу пред очами моими вещами. Непотребное дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Зло я не буду знать. Псалтии. Да. Жанка подсоединилась. Еще кто-то подсоединился. Слава Богу. Благоставляю вас, друзья мои. Здесь в социальной сети Фейсбук. На моей такой основной странице здесь. И те, кто подключился и подключается на Ютубе. Тоже приветствую всех. Не всегда могу, имея возможность так читать сообщения. Вот, но сейчас их немного прочел. И благоставляю всех вас, дорогие друзья. Сегодня призываю вместе совершить хлебопреломление. У меня еще с субботы осталась вот такая хала шабатняя. У меня было две халы. Навстречу шабат. Одну уже съел. И в причастие совершал. Сейчас вот вторую взял. Да. Эти дни преподавал я здесь в Киеве. В киевской славянской евангельской семинарии. Ксес. И на Ютубе вот здесь вот на Ютубе уже есть все трансляции этих дней. Было очень, конечно, так напряженно. Тяжеловато. Но, по милости Господне, все прошло благополучно. С утра до вечера были занятия. Да, с утра до самого вечера. Я рано утром уезжал после утренней молитвы. И поздно вечером возвращался уже. Вот. Но, слава Богу, вот, Господь позволил за вот три дня, понедельник, вторник, среда, вот, 11, 12, 13 февраля, получается, да, донести, раскрыть тему истории восточной церкви. Вот. вот, и планирую сегодня, завтра, вот, сегодня четверг, пятница, говорить о, как раз, средине Господнем, и сегодня предпразднество, завтра празднество в календаре восточной церкви православной и греко-католической, потому, как катологи с хидного обряду, также вот, как восточного обряда, отмечают, как раз, вот, в эти дни. Но, самое еще для меня такое очень сейчас животрепещущее, это записать сегодня-завтра такие, тоже прямые эфиры, программы, посвященные, как раз, этой теме, теме истории восточной церкви. Просто в этих три дня, понедельник, вторник, среда, вот, когда я преподавал в семинарии здесь, пришло много вопросов. И, знаете, я вопросы так систематизирую, больше или меньше, и постараюсь как раз сделать сегодня-завтра такую программу записать, знаете, может быть, даже с прямым эфиром получится, вечерком, в шесть вечера имею в виду, в шесть вечера, подключайтесь. В шесть утра утренние трансляции делаю с утренней молитвой, прямые включения такие, получасовые, часовые по-разному, а в шесть вечера, вот, вечерние, вот, хотя, чаще, чаще бывает позже, намного. Ну, ладно, и, а утром в шесть утра по киевскому времени, подключайтесь, друзья, каждое утро, с хлебопреломлением, с причастием. Так вот, трансляция, значит, вопрос-ответы, истории, истории восточной церкви в вопросах и ответах. Вот так вот я думаю назвать как раз эту программу, потому что записи на ютубе, трансляции, с камеры все будет тоже на ютубе, там более качественный, и звук лучше слышно будет, значит, и также вот запись программы тоже будет на ютубе, история восточной церкви, в вопросах и ответах. Братья и сестры, дамы и господа, как православный священнослужитель, как реформатор, я, конечно, уделяю большее внимание всегда именно теме восточной церкви, теме православия, выхода из кризиса, реформации, обновления, и прошу ваших тоже святых молитв в этом направлении, освобождение церкви от многобожия, идолопоклонства, всякого религиозного культизма, но вот касательно темы Сретения, прекрасная тема, это праздник церковный, это не праздник Господний, то есть, это не один из тех праздников, которые Господь повелел нам праздновать в Писаниях, это не божественное установление, но это церковное установление, значит, но церковное установление бывает разное, есть хорошее, есть не очень хорошее, есть совсем не хорошее, от которых лучше отказаться, это я обычно, знаете, у себя в церкви как раз, ну, давно уже, правда, проводил занятия на эту тему, о праздниках, да, православный церковный календарь, так назвал вот эти занятия, и я сравнил все, вот, рассуждая о церковном нашем православном вообще календаре, я сравнил это вот с такими большими такими плакатами, которые раньше висели, сейчас не знаю, в школах висят такие плакаты, нет, но раньше висели такие плакаты, и там были грибы, там, съедобно нарисованные, несъедобные, вот, даже и стенгазета такие делали у нас, вот, я жил, мое раннее детство прошло в Поволжье, там грибные места, вот, значит, и, ну, много отравлялась даже, да, и вот, съедобные, несъедобные грибы были нарисованы, как распознавать их, ну, ладно, значит, и, знаете, вот, и были такие еще между ними, условно съедобные, так называемые, то есть, как бы, в принципе, можешь помереть, а можешь нет, или помереть не помрешь, но, как бы, заболеешь, и, ну, короче, можешь съесть, можешь не съесть, как бы, сам решай, как приготовишь, если осторожно и внимательно приготовишь, то выживешь, все будет нормально, если нет, то это будет для тебя, значит, несъедобный, уже гриб, вот, и вот так же, по аналогии вот с этими грибами, думаю, значит, как раз думал, Я подумал, тогда вот здесь, в Киеве уже. Все наши праздники, нашего календаря можно тоже поделить на такие съедобные, условно-съедобные и как бы несъедобные совсем. Вот такие оккультные бесовские празднества. Ну, допустим, там та же самая Радуница, культ поклонения там умершим, допустим, да, гробки так называемые, как здесь называется. Вот, те же самые праздники, там, Успение Богородицы, Ведение во Храм Богородицы, то есть и целый ряд других праздников, потом Чудо Ефимии Всехвальные, им же православие утвердиться и прочие там их, ну, достаточно много таких празднеств в календаре, православном церковном календаре, от которых надо избавляться самым радикальным образом. Просто-напросто, ну, просто предать их забвению, пусть это канет в лету, в историю, все. Потому что ничего общего это с христианством не имеет-то, собственно. Вот, это такое не наше, это не христианское, не православное, это наносное. Да, вот здесь вижу, да, кто подключился. Слава Богу, приветствую, кто на Фейсбук подключился. Вот, и на Ютубе кто сейчас. Ну, трансляция сама идет на Ютубе, но я сегодня попробовал также вот на этой своей основной странице на Фейсбук тоже сделать трансляцию параллельную, получается. Вот, да, приветствую всех-всех, слава Богу. Приветствую свою семью. Сейчас приветствую супругу свою, драгоценную, Инну Сергеевну. Приветствую детишек наших всех, приветствую внука. Уже на днях, а то и раньше второй раз стану я бабаем, дедушкой по-русски, значит, и по-татарски бабай, по-русски дедушка. И мы ждем уже, у нас внучка, внук есть, теперь будет уже внучка. Ждем, ожидаем, слава Богу, появление нас на свет уже на днях, а то и раньше. Ну, будем так говорить, да. Слава Богу. Спасибо всем огромное, кто молился за Настю и за Мишу, за нашу дочь старшую Анастасию и за нашего зятя Михаила. В позапрошлом году, кто молился, я выставлял, как называется, посты, да, сообщения выставлял в социальных сетях, значит, и, значит, в блоге своем также. Архи-бишоп Сергий Жуалев, значит, и с молитвенной просьбой я писал даже видео на ютубе, вот именно в молитве за своих детей, за зятя и дочь свою. Вот, у них было очень тяжелое положение такое, вот, было грехопадение, ну, как бы отступничество от благодати Божьей, значит, зятя моего, к сожалению. Вот, и потом, слава Богу, я очень Богу благодарен за ваши молитвы, очень Богу благодарен за вот все, что произошло, вот, и, потому что зять стал пьянствовать так, что попал и в психбольницу, и, значит, всякие там ужасы, видимо, уже видел. И, слава Богу, ударившись от дно, вот, Господь его стал поднимать, прошел реабилитацию, там, в Воронеже, потом реабилитацию в Тульской области, и, слава Богу, восстановился брат, и, как служитель Божий, вот, и ныне он, вот, служит, слава Богу, трудится, работает. И, благодарю Бога, что, вот, моему внуку, получается, вот, их старшему сыну, вот, третий год сейчас, и, вот, на днях будет уже у них второй ребенок, вот, нашего уже внучка. Слава Богу, я, как отец, как дедушка, очень рад, слава Богу, как христианин, как священнослужитель, православный реформатор, я очень благодарен Богу за все, за то, что, даже проведя нас такими, такой долиной испытаний таких, Знаете ли, Бог вывел, вывел на чистую воду, слава Богу, свою, с этих мутных всяких потоков. Конечно, пережить пришлось очень все так сложно, вот, я лично пережил это очень так вот, даже сложно, вот, и здесь, в Киеве, я делился неоднократно тем, что просто-напросто, вот, казалось, что все, моя жизнь кончается просто. Но, слава Богу, что Бог утешил, и откровение было, тогда я публиковал его, здесь вот, на этой квартире, как раз, вот, было откровение у меня на Киото. Ой, спасибо тебе, Господь, я до сих пор волнуюсь, хотя прошло уж достаточно много времени, до сих пор волнуюсь, когда вспоминаю, вот, трепетно волнуюсь, именно, таким приятным волнением, святым таким уже волнением, вспоминая, вот, то откровение, которое получил я здесь, прямо ночью, ну, уже так, ближе, под утро уже, под утро, вот, и я спал здесь на такой, как, простодушке, такой, как кровать на этих жерточках, и я там чуть не упал, просто проснулся от того, что я, как бы, буквально чуть не вот, опрокидываюсь от такого просто, как, не знаю, назвать это, шока просто, потому что прямо во сне, вот, пробуждаясь уже, как бы, уже просыпаюсь, я, ну, как, это был сон еще, но уже, как бы, и явь, знаете, я уже, как бы, уже просыпаюсь, но еще, как бы, сон, вот, такое состояние, такое, интересное, я, вроде, сплю, да, сплю, но уже пробуждаюсь, и вот прямо во сне я слышал голос, тихий голос, и он был такой удивительный, он как бы говорил что-то, да, ну я сейчас скажу что, а потом как бы как эхо такое еще потом снова говорит второе слово потом снова как эхо или как мне еще напомнило потом уже утром, уже сижу здесь на кухне рассуждаю, думаю, вот это да думаю, слава Богу, спасибо тебе Господь и это мне напомнило еще как подпись, знаете, вот когда, ну когда только проснулся, мне напомнило, это было как эхо, а уже здесь уже на кухне уже, я вот рассуждаю рассуждал тогда в таком волнении, таком приятном, таком в божественном присутствии, это было похоже как будто бы подпись, вот что-то было, допустим, там, ну как вот дело, да, даже в социальных сетях там, допустим, большой текст, большими буквами а меньшими, там, какая-то подпись допустим, там, Фрэнк Синатра или там Джордж Вашингтон вот там, значит, там пишут, кто это сказал к примеру, ну ладно и интересно, вот три слова звучало три слова, всего три слова но они так перевернули меня вообще, мое христианство поставили как бы как на скале, вообще Рема, Божье Слово, как откровение оно всегда человека не просто будоражит, а настолько сильно укрепляет что как будто бы не было этих месяцев борений и страданий и вот этих слез и горя как будто бы вообще вот внешне все, конечно, оставалось так же я, значит, узнавал еще некоторые месяцы было очень сложно все вот в их семье знаете ли, но но внутри был такой сверхъестественный мир и такая скала, глыба была подо мной, подо мной, под моими ногами я стоял на таком прочном фундаменте что просто не передать вот эти всего лишь три слова первое слово было такое я люблю тебя всегда и потом как эхо такое, как подпись твой небесный папочка папа, папочка именно папочка потом второе слово было такое я искупил тебя и так потише, как эхо как подпись это твой брат Иисус Христос потом третье было слово я всегда с тобой и таким эхом Божий Дух Святой вот всего вот этих три слова три коротеньких таких посланница но они настолько сильно вот не знаю меня тогда окрылили я даже здесь вот ходил на Волчью гору здесь вот рядом там между станцией метро Черниговска и Дарница вот значит между ними по Малышкой следи по улице Малышка там там сосна Нестерова там такое историческое место вот и такая гора такая там скамеечки я люблю там тоже побывать молиться называется Волчья гора я туда ходил записывал видео значит тоже там неоднократно вот и с молитвой откровений какие-то допустим делился с братьями вот и но вот эти три слова я все ходил там значит молился и вот думаю вот настолько эти слова меня тогда зажгли просто вот этим божественный огонь любви святой и до сих пор уже сколько времени прошло до сих пор на тебя отзывок такой вот есть удивительно конечно да вот поэтому на этой молитве сегодня в утренний час я хочу снова как говорится паки и паки вам это сказать то что тогда ну за что купил за то продал то что услышал то и передаю вам я думаю что кому-то пригодится тоже понять уразуметь что-то я люблю тебя всегда и так потише твой небесный папа папочка я искупил тебя твой брат Иисус Христос я всегда с тобой Божий Дух Святой и вот это три слова сегодня на причастии я просто хочу Бога поблагодарить что действительно Он любит нас всегда всегда даже когда нам тяжело даже когда нам легко даже когда нам радостно даже когда нам грустно и когда нам печально и когда нам весело и когда мы бедны и когда мы богаты и когда мы ну скажем что-то у нас получается или когда и когда у нас ничего вообще не получается и когда насчет друзья вокруг товарищи и когда никого нету вокруг нас и в любых ситуациях и когда мы дома и когда мы на работе и когда мы у друзей и когда мы где-то в поле и когда мы где-то там на горе там где угодно абсолютно в любой стороне в своей гостях где-то удивительно спасибо тебе господь благодарю бога всемогущего посмотрю на фейсбук а продолжается продолжается да трансляция на фейсбук слава богу получилось сегодня я просто попробовал первый раз вот с этого ну как раз сделал трансляцию на фейсбук смотрю идет слава богу он вадим пишет да парк да там парк там такой есть аллилуйя аллилуйя вот и причастие для меня вот хлебопреломление вчера я делился этим в семинарии это действительно вот это это сам христос это сам христос это причащение его тела и крови это общение с ним вот здесь так отмечу сейчас отмечу давайте сделаем так возьмите себе хлеба какой есть у вас ржаной какой квасный пресный потому что не просто вещество хлеба да является причастием сам господь иисус христос вот и у меня еще с воскресного служения вот здесь вот взял я сок и совершаю всю неделю здесь вот хлебопреломление слава богу вот если не от сока то я делаю так что вот просто наливаю воды и беру хлеба там ржаного хлеба я вот рассказывал мне сушится вот хлеб ржаной допустим орловский хлеб люблю очень я нарезал такими кубиками сушится тоже это бывает что просто воду налью себе в стакан значит и возьму сухарик помолюсь и вот совершаю причастие евхаристию хлебопреломление спасибо тебе господь спасибо тебе боже спасибо спасибо потому что причастие совершается действительно не просто нашим ртом желудком а совершается здесь и здесь нашим умом нашей душой нашим сердцем спасибо тебе господь спасибо благодарю тебя за все благодарю тебя господь за все благодарю благодарю спасибо спасибо драгоценный за голгофу за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твоё за победу твою за голгофу я тебя благодарю за воскресенье за воскресенье твоё за воскресенье за победу твою благодарю 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 отец мой бог мой царь мой иегова творец неба и земли благодарю тебя я иисус христос брат мой царь мой искупитель спаситель мой друг благодарю о дух святой ты всегда со мной утешитель мой драгоцен за все я благодарю за все я благодарю за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твоё за победу твою за жизнь вечную бесконечную жизнь счастливую пресчастливую благодарю тебя отец мой бог мой благодарю тебя иисус христос спаситель благодарю о дух святой утешитель ты всегда со мной за все я благодарю за все я благодарю аллилуйя благословен бог наш царь вселенной возлюбивший мир возлюбивший всех нас и спасший нас по благодати и милости своей ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная твой святой подарок истрадавшемуся человечеству всей нашей истрадавшейся вселенной жизнь вечная во христе иисусе господи нашим жизнь вечная бесконечная счастливая пресчастливая дар твой исцеление освобождение благословение прощение все прощения твое слава тебе ибо так ты возлюбил мир что отдал сына своего единородного господа нашего и спасителя иисуса христа чтобы всякий верующий в тебя не погиб но имел жизнь вечную благодарю тебя за жизнь вечную имея сына божьего боже я имею твою жизнь вечную имея сына твоего господа моего брата моего друга моего спасителя моего я как сын твой также взываю к тебе боже как чадо твое возлюбленное благодарю тебя и восхваляю имя твое мой бог и царь отец мой папа папочка ава благословенный всей вселенной царь аминь тело христова аминь кровь христа аминь примите едите аминь аминь работа аминь аминь ньди аминь аминь и и а и так и и и Спасибо 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 Я исцелен Прощен Благословлен Через кровь святую И тело ломимое Твое Спасибо Аминь 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 Благодарю тебя Господь Бог мой Благодарю тебя За твою жертвенную любовь Ты однажды и навсегда Приобрел нам искупление вечное Божие Ты однажды и навсегда Приобрел нам жизнь Через кровь Драгоценного спасителя Господа Нашего Иисуса Христа Кровь Христа Кровь Христа Спасибо Иисуса Христа Кровь святая Освободила меня Кровь Христа Омыла меня Кровь Христа Освободила меня От всякого греха Слава и хвала За кровь За кровь Твою Слава и хвала Слава и хвала Мой Бог святой Мой Господь Иисус За Духа Святого Благодарю тебя Ты во мне Господь А я в тебе Благодарю тебя Господь За таинство сия За хлебопреломление Причастие тела И крови твоих То что ты с нами Во все дни До скончания века Это факт Это действительно истина Это правда Всех правд Это истина Всех истин Благодарю тебя Господь Благодарю тебя И благоставляю Великое имя Твое Боже Благодарю тебя Что Несмотря ни на какие падения Взлеты Падения наши Ты любишь Нас равно Несмотря ни на какие Бунты Противления Или наше смирение И согласие Ты любишь нас равно И действительно Возлюбив весь этот мир Ты отдал Сына Своего За всех нас Чтобы приобрести нас Спасти нас Боже И как в той притче Плата И тем кто Проработал Все время И пришел Даже в последний час Боже Ты Одну плату Тудаешь Господь Боже Это великая Твоя плата Боже Это великое Твое Благословение Это несправедливо Это по любви Это несправедливо Это истина Это правда Это самое драгоценное Спасибо Что Ты несправедлив Спасибо Что Ты любящий Бог Аминь Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной Аллилуйя Вячеслав Тоже да Надеюсь На встречу Вот На следующей неделе Я не буду так загружен вообще Вот А если в Киеве То увидимся Благословляю всех вас Во имя Господне Благословляю свою семью Да Ждем встречи Аллилуйя В Киеве А ну Раз в Киеве Подавно конечно На месте здесь Аллилуйя Благословляю вас всех Дорогие друзья Вот И Во имя Господне И Также здесь Трансляция еще Идет на Фейсбук Аллилуйя Вижу Да Ага Хороший опыт Буду благословен Имя Господне Господне Аллилуйя Аминь Аминь Аллилуйя Аллилуйя Причастников Причастников Причастниц И помилуйя Бедному нашему Господу нашему Богу нашему Спасителю нашему Искупителю нашему Он Альфа и Омега Начало и конец Все Во всем Спасибо Аминь Христос Сейчас Здесь Он с нами Во все дни До скончания века Аминь Это праздник Аллилуйя Аллилуйя Христос